какой старый неуклюжий мотагон можно я еще покатаюсь а ты там так сделаешь так чтобы у меня пузо не было видно нет а подбородок ну что я могу сказать всем привет уникальная история творится в наш век технологий они умудрили засунуть сюда все это husqvarna 401 вид пилин сразу кстати извиняюсь я такой себе обзорщик по сути это мой первый обзор так как у меня есть большой опыт владения прародителями или дальними родственниками этого мотоцикла то могу сказать по мотору стало намного все интересней что касается всяких плюшечек плюшечек и ништяков здесь это в избытке здесь стоит интересная приборка уже кстати ей никого не удивишь классная регулируемая подвеска причем прошу заметить они об этом явно намекнули нам когда поставили сюда интересные хомутики обычно спортсмены вешают сюда хомуты чтобы чтобы смотреть как у нас загружается морда чтобы ее можно было отрегулировать потому что здесь есть что регулировать здесь хорошая спортивная подвеска здесь стоит регулировка по отбою по сжатию сверху причем совершенно спокойно вам не нужен для этого инструмент достаточно вам просто вот сделать несколько кликов в ту или иную сторону и чтобы вы не вешали сюда хомутик пластиковый а у вас было все красиво с двух сторон стоит очень прикольная круглый о-ринг который сразу будет показывать насколько вы круто тормозите а тормозит мотоцикл и правда круто но если вы захотите круче вы можете поставить еще более злые спортивные колодки здесь стоит прикольная оптика лет до лет дядя полицейский ругаться не будет это завод не да это завод это не какой-то колхоз причем их там видно даже через фару вопрос ну через стекло вопрос другом они умудрились как-то сюда поставить систему easy shift которая позволяет вам без сцепления переключаться как вверх так и вниз чем самое интересное они не поставили нам привычную кнопку на саму тягу ее нету то есть у вас идет ножка переключения лапка идет тяга уходит в мотор как они каким алгоритмом они это все запихнули не знаю но это работает то есть сцепление по идее вам нужно только для того чтобы переключиться для того чтобы просто тронуться даже рассказал на мотоцикле мочи кравчук мочи рассказываю давай вот слушайте я их я в очень большом восторге от мотика потому что он классно рулится он легкий он у нее достаточно мощности причем я вас уверяюсь и опасаете себе попутчицу назад но опять же в разум в разумных пределов попутчицу вы будете себя очень комфортно чувствовать очень низкий центр тяжести да как бы понятно что может кто-то и жалуется на то что он низковат но все сделано в угоду управления то есть снижаем центр масс соответственно получаем очень прикольный очень прикольную рулежку подвеска офигенная дорогу держит круто тормоза есть easy shift как не знаю но он работает slipper clutch так называемое проскальзывающее сцепление тоже стоит да господи что здесь нету еще какое-то подключение bluetooth есть гарнитуру можно подключать тоже есть есть что еще здесь есть два колеса руля сидения есть прокладка между рулем и сидения вот это уже как повезет но тут вопрос в опыте о слушайте что касается дизайна у нас будет два мотоцикла 400 первых как он называется хорошо здесь подсказка есть вид пилин а другой как называется сварт пилин возможно не знаю извините меня за мой скандинавский до бензопильский мы пока мы ли пока возили пока вот ну как бы там готовились все подходили говорили вау какой интересный дизайн реально я не знаю это очень интересно это очень смело это касается всего абсолютно фары не вообще невероятный крыла переднего вот этого обвода бензобака причем уникальная история а я ведь попался он открывается вперед они назад почему так потому что наверное так удобней не знаю это надо уже пистолетом потыкать для кого он подходит для всех я могу сказать честно что это очень крутой мотоцикл и мало того и мало того на нем можно регулировать abs отключать его у заднего колеса здесь есть отключение traction контроля заднего колеса то есть вы можете совершенно спокойно ездить газовать но кстати я думаю что мы это раскроем уже со вторым мотоциклом он для этого более приспособлен он более для этого все таки здесь асфальт опять же там режим rain режим да как в такой мотик могли понапихать я серьезно я обескураженно удивлен это знаете такой безапелляционный городской про ныра на котором вы если не выезжаете дальше абсолютно далеко замка откуда-то в далеко в области ли если вы живете там недалеко от москвы ездить в основном по москве это очень крутой мотик в плане он легкий он его мощности более чем достаточно его разгон его динамика всегда будет позволять вам оставить весь основной поток сзади имеется понятно мы говори не говорим о том что вы будете вонючку открывать на полную дырку мы сейчас говорим о том чтобы комфортно себя чувствовать в потоке это очень комфортно для потока мотоцикл очень комфортный и что касается систем ну не знаю это прям такой гаджет на колесах я бы сказал не меньше не больше что ты можешь сказать мне реально интересно как вот такой вот прям как кто мотагон я мотагон начинается да что ты можешь сказать про вот эту историю человек хочет участвовать почему так секундочку вот здесь кстати это 170 там 160 гарантия будет он ехать так халки хорошо но только как бы я на мотоциклах на одноклассниках этого мотоцикла который у меня в школе наверное можно говорить да что у меня есть школа и что у меня есть мотоциклы гуру во первых на трек пускают всех кого угодно будет почему не это мотоцикл широкого спектра применения он подходит новичкам он подходит начинающим он подходит уже взрослым дядькам у которых есть уже мотоцикл большой на который хотят просто мотаться там на работу и не доставать каждый раз какие-то огромные до из из бокса там из гаража какие-то огромные высокие мотики вы понимаете в огромном мотоцикле тоже есть минусы большие огромный мотоцикл там руль в направо руль на уровне зеркал вам придется уже маневрировать рулем между зеркал например уже мы сказка нам до сталкиваемся с какими-то неудобствами поэтому это абсолютно адекватный классный мотик для для всего единственный минус я не думаю что вы будете получать огромное удовольствие от езды на дальняк понятно что можно что можно но на дальняк будет ну потому что ветер в грудь все вот это вот вся эта история ну такая себе это городской проныра которым на котором реально легко он рулится тяговитый мотор вам не придется часто переключаться здесь кстати электронная ручка газа опять же здесь прикольно то есть они завязали здесь все на очень классных системах и они реализовались понятно что вы можете да он тиховатый ну понятно что он если вы хотите погромче прям хорошую пожалуйста вы можете банку поставить сзади да и у вас будет отличный звук матерый но тут вопрос уже на как бы как вы не получили бы сверху от соседей вечером когда приедете с гулянки и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok